ребята короче вы поняли да воду можно не брать на стенку ковры ребята это это юрта настоящая юрта уже да за рыбалку вот теперь понятно что это за махина красавчик приветствую друзья в youtube канале все для клево сегодня наш youtube канал едет на рыбалку на дунай вилкова то нулевой километр поэтому команда у нас большая 5 человек серёга где-то скупляется что последние там покупки делает по червю опарышу там моделью это владимир валентин николай давай помешите рукой вот и надеюсь надеюсь у нас будет классная рыбалка мы едем на две ночи на три дня поэтому связи там не будет и надеемся что проведем классно вы посмотрите сколько вас там вещей просто ради интересно с одной стороны мы так набросали неправильно че страшно у нас все забито вещами короче вот что вы видели до аккумулятор все дела здесь я вообще не знаю честно говоря аптечка в аптечке это хорошо это шо горох насти там ага слушаем спальники все дела в общем все покажем вам расскажем объясним даже список вам дадим того что мы собой взяли это сергей чудом купила скажи мне всего набрал и червя опарыша макухи дорог ну короче у нас есть все для того чтобы пойму поймали рыбу правильно трофейная трофейная поехали да хочу показать эту красивую природу возле вилкова мы подъезжаем же вилкова здесь люди собирают и грибы очень много грибников природа очень красивая сосновый бор такая песчаная земля поэтому здесь очень много маслят такое великолепие природы очень много грибников туда сейчас женщину сейчас видели с полным ведром грибов маслята представляете а вот и вилкова да вот мы заезжаем уже вилкова буквально два часа с половиной мы ехали дорога идеальная ни одной не ямки не выбоины ничего то есть очень все очень быстро добрались я даже удивился честно говоря вот он сразу налево да 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 поехали женя здравствуйте здравствуйте вот теперь вы уже будете на youtube канале все для клево нас как видели хоть у нас канала видели да конечно ваши каналам это нужно подписки есть да у ёмы все так на чем мы будем ехать вот вот большая деревянная лодка вот туда влезем должны влезть должны влезть да я вот вывозил буквально позавчера пацанов вот шесть человек с вещами не нас двое восемь все понял ну все а долго долго надо вообще часа полтора-два нас уже к коде очень приятно очень приятно же вот большая деревянная лодка мы едем медленько полтора-два часа ну ничего страшного есть будем любого на такое место такое место до переодеваемся одеваемся загружаемся оставляем здесь машину ну все классно все сделано по уму смотрю одесские все номера практически все одесситы здесь вот место нормальная расскажите про вашу улицу эта улица белгородский канал здесь люди живут как бы как он ну как бы у нас обычно в одессе там да то есть вместо машин ходят лодки ходят лодки как бы не ездит а ходят лодки картошка уголь и все что все что происходит как бы в домашнем быте все переводится лодка то есть как бы и вы приехали к нам на рыбалку как бы мы все лодки нас машины ну как бы стоят видите на причале у нас три улицы грубо говоря 4 так что можно машинами то есть по сути туда же возле есть возле домов нельзя даже машины проехать не если взять в глубину пройти туда вот такие вот кладочки еречки вот такие вот кладочки мы ходим по кладочкам мы не имеем машины передвигаться машины это хорошо вот именно здесь рыба есть рыба ну когда когда-то здесь раньше была сейчас здесь может карасика миленького хорошо а зимой какой тут зимой когда замерзает ну очень редко замерзала зима теплая обычно бывает обычно у нас зима плюс 5 плюс 6 плюс 3 но это очень это на моей памяти еще 2000 году замерзал дунай когда еще черное море замерзала с тех пор я вот не помню чтобы на что-то замерзал ну да особенно вообще прошлая зима вообще без снега да вот начинается у нас камышовые трости мою камышу камышу камышом занимаемся еще у нас как бы экспорт и вы еще промысловые рыбаки программы промысловую еще рыбаки мы вот начинаем с 1 марта по 31 декабря начинаем с дунайской сельди и пошли дальше сазан толстолобки фальс ангелий все такое мы как бы правеславные рыбаки у нас документы все как бы положено официально хорош мы не браконьеры ничего рыбохранный патруль как вас тут нормально все дружим а дружите дружим с ними как бы почему с ними не дружить на про не люди да и мы люди все как бы с каждым человеком мы стараемся дружить потому что гости нашего города это это деньги вашего города это нас правильно да мы живем с этого правильно вот так вот мы нагрузили лодочку все нормально сейчас доедем и будем ехать по красивой руке дунай да дима у вас караницу конечно расскажу дима границу румыния с украиной все вам добро покажем конечно покажу кстати что у нас воды мы взяли нормально вы выпьете уже сколько зубная до воду всю жизнь емаю нормально с нее пьете да она зачерпите я посмотрю что серьезно ребята короче вы поняли воду можно не брать воды немеряно вот это номер елки-палки я 20 лет рыбаком работаю а сколько вам лет 35 понятно нормас нормально пока еще живой здоровый а тем более там вообще можно пить я в речке пил в детстве тогда вода была чистая но сейчас не рискнул бы видишь колокольчик в нижнем правом углу нажимай скорее будешь знать что к чему едем мы на днистор карпа ловить постараемся сегодня вас удивить с вечера готовлю к юшке свой котелок собираю снасти будет супер денек спиннинги катушки и кормушка паук в настроение клёвом проведу я досуг все для клёво это клёво реки озера и душевный покой на рыбалку едем и снова дедушка днестр ждет нас с тобой дедушка днестр ждет нас с тобой вот это вот остров восточный смотрите какие классные места коряжник так красивые и вы на поля очень красиво конечно рыбка и рыбка есть и щука хорошо должна клевать и сон тут водом горяжники карпы места очень красивые и и и аккуратно да уже уже выспался валентин да ну что мистяк вроде нормальный мне нравится мусора практически нет такси конца видно что здесь уже не первый раз тут кто-то рыбачит какие-то тычки ну что места нормальные мне нравится забрасывать можно я так понимаю что далеко и бросать вообще не нужно но течение течение просто бешеные садика да разгружаемся картошечка куча куча всего сейчас разберемся где-то чье начинаем ставить палатки пока не стемнело нужно успеть поставить лагерь разобраться со всем имуществом который у нас тут есть потому что местные грузины все растачат нормально да правильно на холодном матрасе не спать плохо вот если постелить вот такую штучку спасибо жене ходят на йогу у нее забрал последний момент ну не забрал она медала на твое здоровье превыше всего так что конечно каремата нужно брать тоже сто процентов тоже нормас так ну что я себе место для отдыха оборудовал уже матрасик такая палатка спальный мешочек на таком йоговском коврике ребята тоже уже оборудовали все молодцы тут палатка побольше серёга тут будет с валентином вместе спать на таких матрасах валентином застилает вау круто слушай на стенку взял ковер а есть и круто вот это круто на стенку ковры ребята это это юрта настоящая юрта уже до по-моему там по-моему еще был где-то дороже да а вот чуть-чуть жидкости все заняты делом один я хожу такое видео снимаем до тоже дело да сейчас еще буквально минут может 30-40 и уже будет темно поэтому достаем все свои фонарики налобные батарейки и готовимся к киноте это понимаешь он ловить начнем и нерану чудо после уж после ужина или уже с утра давайте вот так вот и и сюда подожди отсюда так надо чтобы она светила туда нафига нам сюда в эту сторону нам в эту сторону не надо ну спасибо большое это серьезно сервис елки-палки вот это да дрова привезли да ладно сама так что на на что здесь клюют смотрите здесь вот макуха так макуха хорошо как бы вот пацаны сазана ловит но только что проезжали ниже соседи ваши сазанечка такого вытащили хорошо червь черный так черный красный червь как бы он сейчас сомик там еще он как бы нажор идет и опять же видите местность позволяет можно кидать судака то есть можно остановиться кидать он судачок здесь бегает пацаны на катерах как бы стоят а вам позволяет поляна как бы с берега на силикон покидать то есть тут за умной рыбалки не надо то что у вас все существует как бы натуральный клюет здесь не умная рыба как больно тут питается обильно питается конечно конечно у нас здесь поднимая здесь большие как бы угоны ямы как бы она это понимаешь далеко кидать не нужно не надо здесь сразу обрыв двадцать пять двадцать шесть метров а что друзья по моему начало многообещающих до еще не закинули не отдых удочки они до владимир уже закинул да да он уже три крючка в воде уже ребята вот мы решили сначала поужинать и поэтому пока у нас скоро будет уже шашлык уже жарится быстренько решили пока перекусить потому что уже целый день не ели ничего да за рыба за знакомство первых да а то мы даже и и не знакомы по сути да то и получается меня почему же 12 часов до 12 знакомы ну да ну чё ж друзья мои будем здоровы друзья варим горох прямо здесь не отходят как говорится отказ и на баллончике то что надо то есть на месте который связан с вареный горох он самый уловистый правильно так главное чтобы наше мясо не пригорело было это лишь как он уходит вообще то есть сразу резко сразу под берег вниз то есть течение настолько сильное какой-то кстати здесь груз 150 грамм 150 грамм друзья 150 до нужно метров пять от берега не более тогда нам не будет так сильно тянуть давай перебрасываем так валентин что-то делает что делать грузик от ласточку отвязал сто двадцатую и буду вот эту самую шайба ли как туда шайбу 150 то есть ты будешь ставить шайбу 150 до до места ласточка подготовилась на так а у нас а у нас а у нас а у нас и желчок уже практически готов немножко не будет красота там горошком ножку двух горох кипит кипит ну-ка самый крупный бери и пробуй все лучше валик расскажи как мясо тебе мясо вкусное до соли достаточно так вообще все суп да я вот переживал я переживал друзья мои что мясо будет недосоленную потому что я не люблю пересоленное мясо вот и а рецепт шашлыка мне передался от одного очень дорогого мне человека григорьевича который мариновал мясо на луковом соке чего понимать то есть он не солил мясо посадил лук чтобы чтобы лук отдал то есть да 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 он отдал сок и в этот в этом соку маринуется мясо это просто бесподобный вариант ну как бы для меня а как вот для вас серёжа на скажи своем свое упаду подубание что маленько до марта отлично ну шо тогда как говорится поддить поддить ну шо здравый будьте бояли вот это да ребят неужели такие бывают кто поймал я серёжка возьми хоть в руки его чтобы было понятно подожди 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 тихонько ты что сейчас все у глушек старый не бойся что тяжело е-мое вот сюда сюда стою вот-вот без света где стул иди туда дальше туда 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 красавчик и тилили посадите на них вот вот он вот теперь понятно что это за махина красавчик вот это да еще на одну горошинку одну горошинку да она ну вот чистый вес 11 650 рыбалка на дунае да вторая рыбалка мая на дунае но первая такая рыба я только сюда ехал за такую рыбу не знаю эмоцию переполнит руки еще мандраж в руках не знаю сейчас попробую чаю выпадет может успокоиться но блин мне кажется я уже вид рыбачий уже можно не знаю лягать спать до завтра завтра будет но рыбалка вообще супер таки карп дал энергии столько покажи еще раз руками какой карп больше 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 да ну ничего будем может еще больше попали не знаю ну да все супер да красавчик с и и и и и